В этом видео вас ждут загадки и головоломки на выживание. Вам нужно будет применить находчивость, чтобы выбраться из смертельно опасных ситуаций. На раздумье у вас будет 15 секунд, но если этого недостаточно, вы всегда можете поставить видео на паузу. Номер 1. Исследуя подводные пещеры, водолаз заблудился. Его запаса кислорода хватит примерно на 3 часа. Чтобы выбраться из пещер, у него есть 3 выхода. За первым выходом его ждет огромная акула. За вторым выходом – голодный крокодил. За третьим выходом находится извергающийся подводный вулкан. Что выбрать водолазу, чтобы спастись? Итак, самый безопасный вариант для водолаза – это выход под номером 2. Крокодилы не могут находиться под водой дольше 1-2 часов. Поэтому нужно просто подождать, когда крокодил уплывет, а затем выбраться на волю. Номер 2. Поздно ночью Майкл ехал на машине из одного города в другой. У него разрядился телефон, и в итоге он заблудился. Спустя час езды он наткнулся на маленький придорожный отель и решил переночевать там. Войдя внутрь, он встретил мужчину, который представился администратором. Майкл сразу отметил, что все в отеле выглядит довольно подозрительно. Но больше всего он испугался, когда внимательно присмотрелся к администратору. Что же так насторожило Майкла? Если вы так и не смогли дать ответ, то посмотрите на стену рядом с Майклом и администратором отеля. Там отчетливо видна тень Майкла, но у администратора ее нет. А как известно, не отбрасывают тень вампиры. Майкл испугался не зря. Ставьте лайк, если ответили верно, и идем дальше. Номер 3. Джон любил рисовать граффити. Однажды он забрел в старый заброшенный дом, чтобы расписать там одну из стен. Неожиданно за ним захлопнулись все двери и раздался страшный голос. Он сказал, что Джон сможет покинуть дом только через одну из трех дверей. За первой дверью его ждет хладнокровный серийный убийца. За второй дверью зомби. Самое страшное, что он абсолютно невидимый. За третьей дверью пылает сильный пожар. Какую дверь выбрать Джону, чтобы спастись? Джон без труда сможет выбраться, если применит смекалку. За второй дверью его ждет невидимый зомби. Однако Джон пришел рисовать граффити, а значит у него с собой есть баллончики с краской. Он может распылять их вокруг себя и таким образом обнаружить невидимого зомби и в итоге выбраться на свободу. Номер 4. Отважный рыцарь оказался в замке, который принадлежал старому колдуну. Рыцарь может выйти из замка только через одну из четырех дверей. За каждой из них его ждет смертельная опасность. За первой дверью несколько голодных медведей. За второй дверью опасные мины, наступив на которые произойдет сильный взрыв. Их можно было бы обойти, но, к сожалению, за второй дверью абсолютная темнота. За третьей дверью распылен ядовитый газ, который убивает любое живое существо. За четвертой дверью бушует сильный пожар. Какую дверь выбрать рыцарю, чтобы спастись? Эта загадка сложнее, чем кажется. Просто выбрать одну дверь и спастись не получится. Самым безопасным способом будет дверь номер 2, где расположены мины. Главное их разглядеть. Для этого рыцарь может отломать кусок стула в его комнате. Затем поджечь его за дверью, за которой пылает пожар, и использовать в качестве факела. Тогда рыцарь без труда сможет обойти все мины, которые находятся за второй дверью. Номер 5. В средневековом королевстве произошел дворцовый переворот. Короля заточили в крепости. Однако у короля были соратники, которые тайно передали ему два пузырька с зельем от местного друида. В одном из пузырьков опасный яд, который убивает любое живое существо. А в другом пузырьке эликсир, который дает суперспособности. И выпив его, король сможет выломать решетку на окне и сбежать. Оба пузырька выглядят абсолютно одинаково. Каким образом королю понять, в каком из них эликсир, а в каком яд? В темнице, где сидит король, по полу бегают крысы. Король просто может провести эксперимент на одной из них. Если выпив немного жидкости, она останется в живых, то значит в этом пузырьке находится волшебный эликсир. Номер 6. Марк попал в плен к безумному химику. Тот сказал, что Марк может спастись и выйти живым, только если пройдет испытание. У Марка завязаны глаза. Перед ним стоят два одинаковых закрытых сосуда. В одном сосуде вода, а в другом такое же количество опасной ртути. На дне каждого из сосудов лежит крюч, достав который можно спастись. Марку можно всего лишь один раз открыть крышку какого-либо из сосудов. Как поступить Марку? Как ему выбрать правильный сосуд и спастись? Для того, чтобы выжить в данной ситуации, помогут знания химии. Мы знаем, что оба сосуда абсолютно одинаковы. Однако ртуть значительно тяжелее воды. Марк может подойти к сосудам, приподнять их, не открывая крышку, и по весу понять, какое легче. Именно в том сосуде и находится вода. Значит, оттуда можно безопасно достать ключ. Номер 7. Во время северной экспедиции исследователь оказался в ледяной пещере. Когда он вошел туда, то выход завалил снегом. Теперь покинуть пещеру можно только через один из трех оставшихся выходов. За первым выходом исследователя ждет жестокое северное племя, которое убивает всех чужаков. За вторым выходом исследователя встретит стая огромных мамонтов. За третьим выходом находятся несколько голодных белых медведей. Какой из выходов выбрать исследователю, чтобы спастись? За первым и третьим выходом исследователя, скорее всего, ждет смерть. Ему нужно выбрать выход под номером 2. Ведь все мамонты вымерли несколько тысяч лет назад. А значит, этот путь абсолютно безопасен. Номер 8. Том похитил крупную сумму денег у местной мафии. Том знал, что его будут искать, поэтому каждую ночь он выбирал новое место для ночлега. Однажды его выбор пал на небольшой отель на окраине города. Придя туда, Том сказал администратору, что ему нужна комната на одного. Администратор ответил, что у них как раз есть одна свободная комната под номером 503. Мужчина сказал, что проводит Тома. В этот момент Том понял, что администратор, скорее всего, является членом мафии и собирается его убить. Почему Том так решил? Дело в том, что в отелях первая цифра номера комнаты, как правило, означает этаж. То есть номера, начинающиеся на двойку, находятся на втором этаже, начинающиеся с тройки на третьем и так далее. Подходя к отелю, Том заметил, что в нем только три этажа. То есть комнаты 503 просто не может быть. Поэтому Том решил, что администратор врет и собирается его убить. Номер 9. Во время прогулки по лесу Марка похитили. Он очнулся в темном подвале. Вдруг раздался таинственный голос. Он сказал, что Марк может выбраться на свободу, только если решит хитрую головоломку. Перед Марком на столе стоит бутылка с пробкой. Внутри нее находится ключ. Достав его, Марк может открыть дверь и спастись. Однако есть два условия. Нельзя доставать пробку из бутылки и бутылку нельзя разбивать. Как же достать ключ? Если применить находчивость, то головоломка не составит труда. Доставать пробку из бутылки нельзя. Однако можно наоборот продавить ее внутрь. Затем перевернуть бутылку и достать ключ. Тогда оба условия будут соблюдены. Номер 10. Мужчине нужно перевести огромный кусок железной трубы с одного берега на другой. Но если он положит трубу в лодку, то лодка тут же начнет тонуть, не выдержав веса трубы. Кроме лодки, у мужчины есть длинная веревка и зажигалка. Как же ему перевести трубу на другой берег? Итак, для правильного ответа вам понадобится логика и элементарное знание физики. Мужчине нужно взять трубу и привязать ее веревкой ко дну лодки. Тогда вода будет автоматически выталкивать трубу вверх, что сделает ее значительно легче. И мужчина сможет перебраться на другой берег. А зажигалка ему вообще не понадобится. Номер 11. Логическая загадка. Марка заперли в комнате без окон. Помещение медленно заполняется водой из крана. У Марка есть только ведро объемом 4 литра и швабра. Уровень воды постепенно поднимается и через некоторое время комнату затопит до потолка. Как спастись Марку? Решение этой загадки невероятно простое. Так как вода течет из крана, то Марку нужно просто взять и закрыть кран. Тогда вода не заполнит комнату. Номер 12. Одно маленькое средневековое королевство располагалось за высокими стенами каменной крепости. Король запрещал всем жителям выходить за пределы крепости. Помимо этого, никто из жителей других королевств не имел права пройти внутрь этих стен. Всех пришедших стражники разворачивали обратно. Крепость находилась на высокой горе. Единственной дорогой от нее был каменный мост, построенный над глубокой пропастью. Раз в день стражники менялись и ворота оставались без присмотра ровно на 5 минут. Однако, чтобы пересечь мост, человеку требовалось 7 минут. Если кто-то пытался бежать из королевства, он не успевал дойти до конца моста. Его успевал убить из лука стражник, стоявший у ворот крепости. Несмотря на это, одному хитрому крестьянину все же удалось однажды сбежать. Каким образом он это сделал? Чтобы сбежать из королевства понадобилась небольшая хитрость. Во время того, как стражники сменяли друг друга и ворота пустовали, крестьянин покинул королевство и шел по мосту ровно 5 минут. Затем он развернулся и пошел обратно по направлению к крепости. Стражники подумали, что это человек из другого королевства и не дали ему пройти. Поэтому после этого крестьянин спокойно пересек мост. Номер 13. После кораблекрушения Майк оказался на необитаемом острове. Неожиданно вдалеке он заметил приближающийся вертолет. Но пилоты вряд ли смогут заметить Майка, если он не сможет подать какой-то сигнал. У Майка нет сигнальной ракеты. На острове совсем нет деревьев, чтобы развести из них костер. Как Майку подать сигнал пролетающему вертолету? Наверняка вы заметили, что на острове есть много камней. Майку нужно выложить из них слово «СОС» и таким образом он даст сигнал бедствия пролетающему вертолету. Номер 14. Детективная загадка В старом доме на окраине поселка жил пожилой мужчина. Однажды утром, когда почтальон принес свежую газету, то ему никто не открыл. Он заподозрил что-то неладное и вызвал полицию. Когда они прибыли на место, то обнаружили, что мужчина был убит. Под подозрение попали три человека – почтальон, уборщица и сосед мужчины. Почтальон заявил, что он доставлял мужчине газеты раз в неделю. На прошлой неделе, когда он был, все было в порядке. Уборщица рассказала, что она также приходит убираться раз в неделю. И на прошлой неделе, когда она была, то не видела ничего подозрительного. Сосед заявил, что он уезжал отдыхать за границу на месяц и вернулся только вчера вечером, поэтому совершенно не общался с соседом уже давно. Полиция, выслушав всех подозреваемых, поняла, кто соврал и как-то причастен к убийству. Кто же это и почему? Полицейские заметили, что в доме жертвы довольно грязно и местами висит паутина. Это значит, что уборщица не была в этом доме уже давно. А значит, она соврала и как-то причастна к преступлению. Не забудьте написать в комментариях, на сколько загадок вы ответили верно. Также заходите в группу Моголь ТВ ВКонтакте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. И конечно же, оставляйте свои комментарии под этим роликом. Субтитры сделал DimaTorzok